Тайны библейских сказаний Поэтому мы ее не завершили, все-таки, мы стоим на ее пороге, мы сделали от Самсона некую временную петлю, рассказали о двух неприятных историях, которые были раньше. В общем, приятных историй что-то мало было. Все, о чем вы рассказываете, о чем мы рассказываем, как-то не очень приятно. Это и есть священная история, это и есть то, что называется Танахом, Библией, Ветхим Заветом. И сейчас мы переходим к первой книге Самуила, или, как она называется, первая книга царствия на данном переводе, с которой, в принципе, начинается эпоха царей. Но начинается это все с пророка Самуила, который был, считается, одним из величайших пророков Израиля, вторым по значению после Моисея. Вот, и это была действительно выдающаяся фигура. И книга судьи, первая книга царствия начинается с истории рождения Самуила, значит, начинается она с рассказа о его семье. О том, что жил Раматай, Раматаим Цуфим, такой человек по имени Элькана Бена-Рухам, вот он был левитом, не, не, он, хотя, это место находится, Раматаим Цуфим находится на территории колена Эфраима, он был левитом, это было, видимо, его родовое поместье. Дело в том, что, почему оно так называлось, Цуфим, потому что одним из его предков был Цуф, и вели они свое дословие от Короха, того самого Короха, двоюродного брата Муше, который пытался поднять против него бунт. А где территориально это, примерно, находится? Корр был уничтожен, этот район находится в районе Ливана, на севере. Корр был уничтожен, но его дети от него отступились, они остались живых, им досталось его огромное состояние, они были очень заживлены. Зажиточными людьми, в принципе, левитами, священнослужителями. И вот, один из них был Илькан, человек очень знатный, он очень богатый, у него было целое поместье Раматаим Цуфима, который, может, Раматаим, это как бы две возвышенности, видимо, ему принадлежали два холма, и там располагался его дом. И была у него жена хана. И, как во многих историях Танаха, всегда, так сказать, мы очень часто сталкиваемся с этим мотивом, она была бездетна. У них очень долго не было детей. Очень долго, так же, как и был у Деда Иванова, у Исаака, у Якова, у Рахель долго не было детей. Это какая-то семейная проблема. Да, 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 это, видимо, такая семейная проблема. Скажем так, рождение всякого великого человека, оно дается нелегко. То же самое было у Самсона, у Шумшона, та же история, его мать долго была бездетной. И Илькана и Хана решили эту проблему по-другому. После того, как Хана не могла 10 лет забеременеть, она ему сама предложила, и, в принципе, по еврейским законам это разрешено, и тогда было разрешено, да и сейчас разрешено в исключительно пару случаях. Это вы сейчас по-подругому не расскажете. Не в столь исключительно взять вторую жену. Сейчас для этого нужно собрать подписи 101-го раввина. Тогда этого не требовалось. Тогда человек мог взять вторую жену, значит, если первая не рожала в течение 10 лет. Такой красивый старинный обычай, скажем. Очень красивый, да. И Хана сама его одобрила, и он взял вторую жену, Пнину. Так же, как это было, скажем, с Авраамом, когда Сара дала ему наложницу. Агарь, вот, Пнина принесла сразу. Моментально, как бы, она забеременела, очень быстро родила ему 10 детей. Были там близнецы, не знаю, история, как бы, от детек Пнина, история много не рассказывает. Вот, были ли там близнецы, или, ну, 10 детей в течение какого-то времени она достаточно быстро родила, и... Илькан был человеком очень богобоязнен, а значит, он со всей семьей, согласно еврейскому закону, три раза было ездить к месту, где находился ковчег Завета. Пока это не было в Иерусалиме храма, ездили в Шилот. Там находился переносной храм, то, о чем мы с вами говорили, скиния Завета. Так называемый, то есть, огромный шальцерок, во дворе которого приносились жертвы, и совершаясь воскурение, велось священнослужение. Три раза, значит, каждый еврей должен был появляться на этом месте. Это в Песах, в Суккот и в Шилот. Это праздник дарования Товы, в праздник Песах, то есть весной, и в Суккотка, практически праздник сбора урожая, осенью. Естественно, с дарами богатыми, все это, там собиралось огромное множество народу. Вот, и понятно, что Элькана ездил тоже не с пустыми руками, вот, он привозил тоже скот, и они резали жертву там, так называемую мирную жертву, зарезали теленка во дворе храма, его разделывали, значит, зажаривали на костре, теленка или барашка, ягненка, вот, ну, а затем хозяин, значит, делил вот эти куски между членами своей семьи. Ну, и понятно, что он давал сначала детям, потом Пнине, матери и матери этих детей, потом он дал Ханю, но Ханю отдавал двойную долю, чтобы как-то его терпеть. Благодарение заключалось в том, что Пнина постоянно дразнила Хану, она постоянно напоминала ей, что вот она счастливая мать, у нее рождаются дети, а та бесплодная, и, как говорит Танах, она это делала от всей души, потому что она очень хотела, чтобы Хану хорошо молилась, чтобы у нее... Пнина, говоря, не дразнила, а издевалась, то есть она просто постоянно напоминала о ее бедственном положении, потому что она бездетная, а вот она счастливая мать, и это все, естественно, вызывало в душе Хана каждый раз все новые и новые боли. Вот, но Танах говорит, что она делала это от всей души, от чистого сердца, потому что она хотела, чтобы Хану хорошо молилась Богу, и чтобы он дал ей ребенка, наконец, вот только вот для этого. Вот, и вторая жена, значит, издевалась над первой. Ну, и Хана все время была печальна, и Алькана любил Хану, то есть он любил, он взял вторую жену только потому, что не было детей, поэтому он все время пытался ее как-то утешить, и говорил, что смотри, Хану, но ведь я тебя люблю, и разве я для тебя тоже как сын, читай меня, что меня и мужем, и сыном, ты же заботишься обо мне, как о ребенке. Ну, все это мало действовало, понятно, что все эти попытки найти вот... как-то утешить жена, она чувствовала их некую фальшу, и все время была, в общем-то, достаточно скорбелой. Вот в одно из таких паломничеств, она, значит, пошла в храм, люди собрались, люди поели, люди помолились, все хорошо, люди разошлись, она осталась в храме, осталась молиться. Вот, и она молилась, значит, опустившись на колени, она молилась молча про себя, шевеля губами, то есть она проговаривала слова, она шевелила губами, вот, и эта ее молитва приведена, значит, приведена в Танахе, считай, это одна из самых замечательных молитв, которые там есть, считай, молитва Хана, она очень проникновенная, и она впервые обращается к Богу, там впервые, во всяком случае, в этой книге встречается подобное обращение к Богу, как Адонайцы Ворот, Бог воинств, то из этого слова потом получилось русское, переводчики Библии сделали слово Саваоф, вот это Бог воинств, это Адонайцы Ворот, Господь воинств, Сава – это армия, Саваоф, соответственно, армия, войско. И она обращается к Нему? Нет, она обращается к Нему, как Господь воинств, то есть Господь воинств и небесного, и земного, то есть всего и высших мировых, и этих мировых, просит Ему дать ей сына, очень проникновенно, она молится, а первосвященником, первосвященником при Принестном храме был тогда Эли, это был тоже очень правильный человек, и Коин – потомок, естественно, все священники, все Коины, а не потомки Арона, первосвященника, брата Моисея, он был потомком его младшего сына, Арона и Тамара. И человек был очень благочестивый, хотя у него тоже были свои проблемы, о которых мы скажем. И вот он сидел у входа, он видит, что все вышли, все уже где-то там едят, празднуют и так далее, а эта женщина, значит, стоит на коленях и что-то про себя бормочет. Я вам напомню, что это был такой период падения дравов, что очень сокрушалось в Терселии, народ был разный, и он решил, что речь идет о балкоголичке, которая напилась, и вот, значит, что-то в храме не может даже встать с колен, и что-то про себя там разговаривает. Поэтому он очень возбудился, он, значит, некоторое время сидел, сначала он ее не замечал вообще, написано, он просто сидел с закрытыми глазами, и вдруг он обратил внимание, что какая-то одинокая женщина молится. И он решил, значит, подходит, полный гнева, праведного гнева, подходит к ней и говорит, ну, потрезвись уже, ну, совсем совесть потеряли, пьяными в храм ходите. И вот она говорит, нет, если ты меня принял, говорит, за негодную женщину, за недостойную женщину, то ты ошибся, я просто женщина, скорбящая сердцем. Я молюсь о сыне, и хочу, чтобы Бог дал мне сына, и я обещала Богу, она дала обет Богу, что он будет так же, как Самсон, он будет Назиром. То есть он никогда не будет стричь волосы, не будет пить вина, есть виноград и всего, что связано с виноградом. – Поговорим, что в передаче с Самсоном мы объясняем, что такое Назир. В современном иврите Назир – это монах. – Монах. – Но в данном случае это имеется в виду несколько другое. Не, имеется в виду только ограничение на стричку волос и на употребление виноградного сока, вина и всего, что связано с виноградом. Такое ограничение. Вот. И, кстати, ну, до этого мы дойдем. И Эли стало стыдно. Ну, что, ну, напал на женщину, действительно, которая искренне молится. Вот, наконец-то, Жень, нашелся человек, который искренне молится, взывает к Богу, и он на нее напал совершенно ни за что. И он, естественно, благословил ее и сказал, что пусть Бог услышит твою молитву и даст тебе сына. И у Ханны появилось чувство, что вот после этого благословения, после ее молитвы, действительно, Бог ее услышит, и у нее будет сын. Вот. И она, то есть она выходила из храма и ехала уже домой с совершенно радостным чувством, с чувством уверенности, что она забеременеет. Вот. И после первой близости она действительно забеременела. Действительно забеременела, и когда и родила сына, и назвала его Шмуэль. Вот. Шмуэль вообще, ну, для еврейского уха, в принципе, смысл этого имени вроде бы кажется понятным. Шмуэль – это услышанный Богом. То есть Шмуэль. Вот. Но комметаторы говорят, что это не совсем так. На самом деле, имя Шмуэль было образовано из двух других слов. Шауль-Миэль. Испрошенный у Бога. Ребенок, испрошенный у Бога. Вот. И они говорят еще, что в то время это им было очень популярно, на самом деле. То есть, Шмуэль был не один. Потому что некий пророк пообещал, что вот новый, так сказать, вождь Израиля, духовный вождь Израиля, новый великий пророк будет носить имя Шмуэль. И поэтому все родители быстро начали называть Новорожденных Шмуэлями. Вот. И соответственно, так сказать, и каждый мечтал, что именно его сын станет вот таким великим человеком. И, наверное, Хамар тоже об этом мечтал, конечно. Вот. И поэтому, когда она родила, значит, она начала выкармливать ребенка. И когда пришло время, в следующий раз отправиться в полночь, она сказала, что я не поеду. А почему? И она сказала, что если он родится, он не только станет Назиром. То есть Назареем, если говорить русский вариант этого слова, он не только станет Назареем, но и я его отдам в храм. То есть, как только он подрастет, я отдам его в услужение, на работу в храм, и он будет расти при храме. При этом и самский Низаветов шло. Сказал, я обещал отдать ребенка в храм, но еще не время, я его кормлю в Грузию, поэтому пока я его кормлю в Грузию, я не поеду. Я никуда не поеду, я буду сидеть дома. И она сидела дома. И кормила Шмуэля, одни считают, что до двух лет, другие считают, что до трех лет. Ну, в принципе, у евреев было принято кормить ребенком грудным молоком до двух лет. Потому что замены этому продукту, как известно, нету. Об этом сейчас говорит Минздрав Израиля, просит матерей израильских ни в коем случае не бросать непереходимое искусственное скармливание, если у них есть молоко, кормить до последнего ребенка Грузию. По меньшей мере до года. Но раньше кормили до двух лет. Меня, например, кормили до года и восьми месяцев, насколько я знаю. И только после этого начали отучать. А Хана его кормила до трех лет по одной версии, по другой, все-таки до двух, как обычно. Когда ему исполнилось три года, она взяла, значит, подарок трех быков. Естественно, надо же благодарить и Бога, и Эли, за то, что он ее благословил. Трех быков, взяла мешок муки, взяла бочку вина, где-то примерно 40-45 литров вина. И они поехали, значит, за самое в Шилово, в этот переносной храм. И она подвела маленького Шмуэля Келли и сказала, вот тот ребенок, о котором я молилась, вот я его тебе привела на воспитание. И, естественно, они принесли жертву, решили жертвоприношение, после чего Хана с мужем уехала, с Мининой, ее детьми, а Шмуэля остался при храме. У Ханы после этого родилось еще пятеро детей. Двое сыновей и три дочери, если я правильно помню. Или трое сыновей и две дочери, но еще пятеро детей. А вот у Пнины случилось несчастье. Дети заболели и умерли один за другим. Все? Все. Кстати, и вот об этом, когда Хана привела Шмуэля, привезла впервые в храм, чтобы отдать его передателем воспитанием, она молится там снова, и снова эта молитва очень проникновенная, очень красивая молитва, где она говорит, что все как Бога. Бог делает бездетную мать многодетной, Бог может отнять, Бог может забрать, Бог делает богатыря вдруг бессильным, а того, кто имел силу, ею наделяет, и тоже стоит прочитать эту молитву, это действительно замечательная молитва Ханы, и она опять молилась, значит, проговаривая слова про себя, и поэтому мы, евреи, молятся, кстати, свою главную молитву, Шмана и Сред, то есть 18 благословений, они молятся шепотом. Богу не надо кричать, Он слышит. Вот, поэтому мы, вот именно вслед за Ханой, мы молимся, нашу главную молитву мы произносим шепотом про себя, то есть проговаривая, чтобы губы шевелились, но слова почти не были слышны. И она уезжает, и Шмой начинает, Шмой воспитывается при храме Уэлли, или его воспитывает. У Уэлли была большая проблема. У всякого великого человека свои проблемы, и у многих великих была эта проблема, его дети. У него было двое сыновей, Хофри и Пинхас, которые, естественно, так как он Коэн, то и они наследуют звание Коэна, они тоже были там Кеарона. Но в отличие от него, они были, внешне они были, естественно, очень благочестивые, на самом деле, они были обыкновенные мерзавцы. И делали всякие непотребные дела, в том, что прежде всего, я уже сказал, приходили люди в храм, чтобы принести жертву, закалывали, потом есть там кусок, который надо разложить на жертву, не к Богу, так что, чтобы он сгорел до конца. Часть, какой-то кусок отдается священнику, так сказать, он передается в подарок, но он все равно, семья садится, разделывает, ест, значит, и таким образом празднует, празднует, так сказать, и в какой-то времени степень причащается к Всевышнему. А сыновья делали следующее, они посылали своего слугу в тот момент, когда, значит, семья садилась есть, ну, котла с мясом, приходил слуга с огромными трезубцами, говорит, так, мясо для Коэнов, раз этот трезубец котел, все, что до этого трезубца попал, он, значит, поднимал вверх и уносил. Ну, попадалось, естественно, он брал очень большие куски мяса, там, ничего не осталось, практически он обирал этих паломников. То, что они решили приготовить для себя, они у них отбирали. И это было одно, так сказать, не очень хорошее дело, которое они занимались, но были дела и похуже. Вот, они либо соблазняли тех женщин, которые приходили туда молиться, паломницы, вот, а иногда они насиловали, как говорит, устное предание, то есть, ну, были просто полные, закончеными негодяями. Дальше уже, как бы, идти некуда, и как-то появился пророк в храме, и он сказал Эли, сказал Эли, что Бог его накажет, ни один из его сыновей не доживет до старости, и больше за того, за их, за их страшные грехи, ну, прежде всего, с женщинами, хотя, то, что они обирали паломников, это тоже жуткий грех, вот, все его потомки будут умирать достаточно молодыми, никто из них не доживет до седин. Вот, это пророк ему предсказал, вот, и Эли пришлось это прогласить, вот, действительно, он очень печалился со своих сыновей, а со Шмурилем произошла следующая история, уже когда ему было 12 лет, кстати, хана приезжала каждый год, естественно, навещала сына, и ее мучила, видимо, вина, за то, что она все-таки отдала мальчику, вот, отдала такой обед, отдала мальчику на воспитание, не спросила его, хочет он того или нет, живет он не дома, поэтому каждый раз она ему, на каждый такой визит, она ему шила куртки, привозила новую куртку, красивую, очень дорогую, и так каждый год, пока он рос, каждый раз была большая куртка, пока Шмурилин не вырос окончательно, вот, и он в этой куртке ходил, кстати, до конца жизни, мы еще к этой куртке вернемся, к куртке, сшитой матери, вот, она была ему дорога, понятное дело, и вот, когда ему уже было 12 лет, то есть, он подходил к возрасту бармитцев, еврейского совершеннолетия, вот из мальчика должен был встать, перейти в категорию отрока, подростка, вот, он лежал, он прислуживал Эли, прислуживал Эли, и спали они в большом зале, виселище Эли, в одном углу, в дальнем, Шмури, Шмурили другому, но Шмурили, как он прислушался, Эли уже был достаточно стар, что там со стариком, значит, происходит, и вот, посреди ночи он услышал голос Эли, который звал его Шмури, Шмури, он проснулся тут же, подбежал к Эли, говорит, ты меня звал, что ты хочешь, что тебе подать, он говорит, я тебя не звал, тебе привиделось, иди ложись спать, Шмури вернулся на свою кровать, и снова слышит голос, Шмури, Шмури, снова пошел к Эли, и говорит, Эли, ну ты же меня звал, говорит, я тебя не звал, говорит, Иляша, третий раз он приходит к Эли, говорит, Эли, ты меня звал, и тут Эли понял, что к Шмури обращается сам Бог, что на мальчика сошел пророческий дар, И понятно, что Бог, мы уже говорили, к Моше, Бог обратился голосом его отца Амрама. Бог обращается обычно к пророку так, чтобы его не испугать. Он обращается голосом какого-то знакомого ему человека, чтобы тут, значит, это самое. И Эли понял, сказал, знаешь что, ты сейчас вернись на свою кровать, когда он к тебе снова обратится, Шмой, Шмой, ты сказал, слушаю тебя, Господи, и пусть он тебе скажет, и потом ты мне скажешь, что он тебе сказал. Шмой лег, снова услышал этот голос, Шмой, Шмой, голос Эли на самом деле. Сказал, слушай тебя, Господи, и тот ему говорит, скажи, скажи Эли, что путь из его рода решена, за те грехи и за грехи его сыновей они погибнут в один день, и ни один из них не доживет действительно досидин. И вообще, так сказать, не твои потомки, не потомки Эли будут в основном первосвященниками в храме. Вот. И утром, когда это было, это было почти перед рассветом, откуда мы это знаем, потому что в тазахе, говорится, минора в храме еще горела, минора горела всю ночь, еще горела, значит, она уже догорала, значит, это было ближе к рассвету. Вот его Эли спрашивают, ну, что тебе сказали? Шмой очень не хотел греть учителю о том, что ему сказали, что сказали, что, в принципе, семья Эли погибнет, по большому счету. Он долго не хотел греться, но Эли сказал, смотри, если ты мне не скажешь, прокляну. Шмой, Шмой, значит, и тьмой рассказал Эли, сказал, что я могу сделать. Он Господь, как он захочет, так и будет. Вот. И так Шмой рос, и слухи о том, что в храме появился мальчик, обладающий пророческим даром, естественно, очень быстро разгляделись по всему Израилю, к нему начали приходиться всякими вопросами, все начали говорить, а не тот ли этот Шмойль, о котором говорил пророк. Тот самый, да? Тот самый, тот самый Шмойль. Вот. И то есть он стал достаточно, достаточно, скажем так, популярной личностью. И я напомню, что в это время мы были... Эли вступил, на самом деле, на пост судьи ровно за год до смерти Самсона, Шемшона. Ровно за год до смерти Шемшона. То есть речь идет, мы находимся в конце 9-го, в конце 10-го, начале 9-го века до нашей эры. В этот период как раз было время, когда Эли был первосвященником. И так же, как Шемшон воевал с филистимлянами, говорили, что филистимляне обложили евреев данью, они продолжали их обкладывать. С каждым годом дань становится все больше и больше. Возникала опасность, что они вообще поработят, евреи просто превратят своих рабов. И Шмойль начал, понял, что надо поднимать народ тихо на борьбу с филистимлянами. Я не знаю, он ли подбил, или это, так сказать, ну, во всяком случае, были такие настроения в народе, но евреи впервые за многие годы собрали большую армию, потому что Шемшон был, Самсон был бойцом-одиночкой, в принципе. Собрали большую армию, решили идти на филистимлян, не платить им дань, собрались. Вот, произошло столкновение, погибло 4 тысячи евреев, они бежали с полем боя, неприятно, начали говорить, почему такое поражение. Что такое, видимо, Бог не с нами. Тут кто-то сказал, кто сказал, мы не знаем, может быть, даже и Шмойль, что вот хорошо бы, чтобы Ковчег Завета, так же, как, почему Иешуа побеждал, потому что с ним шел Ковчег Завета, там, где лежали скрижали, которые Моисей принес с коррой Синай, выбив их сам, кстати, из камня, напомню, потому что настоящий он разбил. С ним был Ковчег Завета, были коаним, которые трубили в трубы. Вот если бы с нами был Ковчег Завета, тогда это самое, мы бы непременно победили. И что, говорят, что, да, выносим Ковчег Завета на войну, собирается опять огромная еврейская армия, выходит на войну, и выходит, ну, какие коани выходит? Выходит два сына Эли, Хофри и Пинхас. Единственное, что евреи забыли, что для того, чтобы побеждать, надо быть еще праведной Белезби, что такие коины, как тот же Хофри и Пинхас, и такие праведники, как они, вообще, так сказать, победы не заслужат, идолопоклонники. Но они были уверены, вот Ковчег есть, все в порядке, Ковчег, значит, побольше. То есть это элементы идолопоклонства, то есть к Ковчегу относились, как вот уже к какому-то... Нет, ну, Ковчег, это действительно сокровенная вещь, так сказать, оттуда исходит некое божественное сияние шхена, поэтому, да, как бы, был шанс, что называется, филистемляне испугались. Но они с этими мерзавцами, да? Филистемляне испугались. Они начали говорить, вот что будет, они вынесли Ковчег, действительно, так сказать, была определенная паника среди филистемлян, они начали бояться, что на этот раз их ждет поражение. Вот, поэтому, когда вступили, две армии вступили в схватку, вот, филистемляне дрались, решили драться до последнего. Ну, вот что будет, то будет. 30 тысяч евреев убитыми, евреи побежали и оставили Ковчег. Оставили Ковчег, и украфили себя. То есть, главную свою святыню национальную они оставили в руках врага. И один бенеминтианин, мы скоро узнаем, кто это был, значит, один человек из колена Бенемина, тоже от горя разодрал, значит, одежды, побеждал Шилло, сообщили, что Ковчег захвачивает врагами. Да, Ахофри и Питхас погибли. То есть, было с пророчества, они погибли в один день. Вот, и трагедия, тут прибегает в Шилло, где Эли сидит у входа шатер и ждет вестей с поля битвы, что чем-то случилось. Ему, между прочим, на тот момент 98 лет, а Шмурли уже 39 лет. Шмурли уже 39 лет. Вот, и тут прибегает этот молодой человек и говорит, что все, все кончилось, Ковчег заветовал врага, мы разбиты, 30 тысяч, как минимум, убеда, все пропало. Все пропало. Он уже мертв. Он уже мертвый, в это же время начинает рожать. Невестка подбегает к нему, беременная. У нее начинается схватка, когда тот говорит, почему, что случилось? Тот ей говорит, да вот, Ковчег заветовал, значит, действительно, у врага, и вся армия разбита, твой муж погиб. Вот, и естественно, у нее начинаются схватки, роды и так далее, от стресса на последние месяцы. Она рожает очень тяжелые роды, и ей говорит, ты родила сына. Она уже умирая, называет мальчика и кого? Бесчестие. Бесчестие постигает еврейский народ, бесчестие, колоссальная трагедия. И вот в этой ситуации Шмоль становится на место Эли, становится ее преемником, то есть духовным лидером еврейского народа. Но о том, что было дальше, мы расскажем уже в следующем выпуске нашей программы. Спасибо. Спасибо, Петр Лекемсон. Дорогие друзья, программа «Тайны библейских сказаний» прощается с вами. Продолжение следует. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok